Танцами и песнями провожали в последний путь сигареты студенты медицинской академии. Весь день они обменивали их на конфеты. Собранные у курильщиков табачные изделия молодые медики решили похоронить. Скажем, заразе нет, друзья. Выкидывай все. Это самые веселые похороны. Никакой грусти и печали, только улыбки. Я иду с чувством гордости, что сигареты, которые мы сегодня собрали, мы наконец-то похороним и скажем, нет курения. Ведь медицинская академия и мы против курения. Многие говорят, что хотят бросить курить, но не могут. По мнению врачей, они обманывают сами себя. Значит, не уверены, что хотят покончить с этой вредной привычкой. На самом деле, сделать это легко. Я знаю больных, которые курили по 30-40 лет, бросают в один день, когда возникает опасность, такая радикальная опасность для здоровья. Бросают в один день, больше не вспоминают. Так что все вот эти вот вещи, рассказы о том, что сложно, не сложно, это пока жареный петух не клюнет. А так бросают в один день. По мнению студентов, бросить курить не могут только люди со слабой силой воли. Они могут дать совет таким курильщикам. Я хочу посоветовать, чтобы собрали силу воли в кулак, бросили курить, и чтобы они нашли того человека, который мог им в этом поддержать. Чтобы говорил так иногда, ты не куришь, ты не куришь. Одному сложно бросать. К тем, кто решился отказаться от сигарет, но боится неприятных физических ощущений, на помощь приходят специалисты. Во-первых, есть специальные средства для того, чтобы легче бросить курить. Есть иглорефлексотерапия, есть психотерапия. Способов-то много, надо только захотеть и бросить. Курильщики – люди зависимые, к тому же они тратят много денег на сигареты и вредят своему здоровью. Так что бросайте курить, тем более сейчас в моде здоровый образ жизни.